Приветствую вас. Сразу хотел бы сказать, что критиковать вас никто, ни на что не будет. Здесь это не то место, где кто-то кого-то критикуют. Здесь, наоборот, люди понимают, выслушивают и пытаются вместе найти выход из ситуации. И это мы говорим о работе именно психологов, а не каких-то других людей. Что мне видится, исходя из вашей ситуации? Во-первых, как мне представляется, был у вас некий образ мужа. От которого, собственно, у вас, я так полагаю, ребенок. И с которым вы провели весьма продолжительное количество времени. Ну, я, извините, не знаю, какое вы здесь не пишете. Но тот факт, что вы называете поступок мужа предательством и тот факт, что вы после развода о чем-то серьезном не мыслили, но вам нужен был мужчина, пусть даже на уровне интимных отношений, да, говорит о том, что образ мужчины рядом с вами, он не исчез. То есть был муж, мужа не встал, не встал, осталась обида на мужа и ощущение, что он предатель. Ну, соответственно, чувство, да, что вас предали. Здесь нужно обязательно сказать, что предательство не стоит путать с реализацией своих интересов. Предатель – это человек, который раскаивается в том, что он уделал. То есть, например, человек изменил, он в этом раскаивается, он предатель. Он проспрашивает ощущение, он как бы хочет вернуться, он предатель. Он предал, он не понимает, он раскаивается. Когда человек что-то делает, например, изменяет, и не раскаивается в этом, это означает, что он уже давно не с вами. Это означает, что травмы, такой, как, например, было его предательство пока, в кавычках, для вас, для него нет. Это означает, что человек, он качественно, психологически, по отношению к вам, другой. Это значит, что предательства никакого нет, но есть ваше ожидание от него. И есть момент, когда вы упустили изменения, произошедшие с человеком. То есть, когда вы, ну, скажем так, не увидели предпосылки для предательства. Ну, я так вашими словами выражаю. Они были, эти предпосылки, но вы их не увидели. Тем не менее, обида осталась, травма от развода также осталась. Одна вы, вы не были, ну, так, по крайней мере, получается из вашего текста. И, соответственно, образ мужчины рядом благополучно заменился теперь вот другим мужчинам, которые, по большому счету, давали вам то, что нужно было вам. Но, в действительности, там же были и эмоции, там же были и чувства, там же была и привязанность. Уже ко второму мужчине. Просто вы до поры до времени думали, что вас с ним связывают только интеллект. И это именно та причина, по которой вы рвались с ним и равно возвращались. То есть, тяга усиливала. И, как результат, мы говорим о втором мужчине как следствие травмы, разрыва отношений с первым. То есть, восприятие человека устроено так, что когда отношения, ну, длительные, либо очень яркие, эмоциональные, чувственные, разрываются, то сознание оказывается в болезненном состоянии пустоты. И эту пустоту нужно чем-то заполнить. И человек подсознательно ищет замену. И либо он ее находит и вовлекает в такие зависимые отношения, как у вас, либо он не находит и, соответственно, учится жить самостоятельно и потом уже строит отношения другие, более, ну, более независимые, скажем так. Соответственно, я бы начал с того, чтобы проработал сприворазвод, да, то есть, обиды на мужа, вот, травма, которая, вероятно, осталась после развода, после предательства, как вы говорите. Проработал бы ваши ожидания, которые у вас есть, и желания, которые лежат в основе ожиданий. Ну, и, соответственно, исходя из этого, подкорректировал бы ваше поведение. А также запронул бы те установки, которые... которые заставляют вас считать поведение мужчины предательством. То, что вы развелись, говорит либо о том, что вы его не простили, это ваш выбор. И это, как правило, слабость, то есть определенный конфликт. Тут можно человека простить, но у вас с ним не быть, можно человека не прощать, но при этом иметь к нему какие-то чувства, при этом запрещать себе их реализовывать напрямую и реализовывать на другом мужчину. Предположительно, именно так у вас и произошло. Соответственно, степень вовлеченности в отношении с Мунин, уровень размытости вашей границы с ним и уровень по-настоятельности в отношениях с ним, а также обусловленность этого с вашей субъективной стороны, то есть всем было обусловлено подобное погружение в отношениях. И, как следствие, ваше желаемое положение, позиция в отношениях с мужчиной требует выявления, корректировки и формирования. Можно даже переформатировать, если угодно. Ну, зависит здесь все во многом от вас, то есть хотите вы эту работу проводить, не хотите вы эту работу проводить. То есть тут как бы зависит от вас. Вот. Это вот то, с чего можно начать. Далее. Вы пишете, что, значит, второй мужчина привлек физически меня, были общие темы, общая работа, то есть правильно ли я понимаю, что вы коллеги в работе с мужчиной? Ну вот, служебный роман, это тоже не самый лучший расклад, потому что в случае ссор, да, вы сталкиваетесь с проблемами. И проблемы эти связаны с возможностью или невозможностью адекватно работать. Ну вот, с этим мужчиной, да? Понимаете, о чем это речь? Значит, ну вот вы говорите, что... Он говорил, что отношения ему не нужны, я ему подыграл, а лишь с целью, чтобы получить к нему доступ. Вот. Значит, иначе я бы общение прерывал. Никто вас за это не критикует, но меня интересует ваше желание. То есть чего хотели-то в тот момент? И что вам нужно было? А, было. Просто секс, ну, давайте начистоту в ряд. Если чисто секс, то надоел бы он вам уже за столько времени. Вообще, дело не в сексе, скорее всего. Точнее, не только в сексе. Дело в чем-то другом, духовном. Дело в чем-то другом. Более эмоциональном. В том, что он вам дал. И дает. Соответственно, подумайте об этом. Попробуйте выделить некоторые качества, некоторые черты, некоторые аспекты. Вот. И, соответственно, после этого, подумайте, как бы вы могли это реализовывать самостоятельно. Кроме секса. Еще раз. Повторяю, кроме секса. Вот. Значит, сначала я долго проявлял инициативу, писал, инициировал встречи, а потом я остановился. А почему остановились? Вот вы не раскрываете субъективную вторую. Почему вы остановились? Вот, ну, конкретно. По факту. А почему вы остановились? Давайте мы с вами ответим на этот вопрос. То есть что, ваше желание внезапно перестало вам о себе заявлять? Или, может быть, вы стали что-то чувствовать? Или, может быть, вы почувствовали себя, ну, униженный, оскорбленный? Или, может быть, дало о себе знать то, за что вы просите вас не критиковать? То есть вы все время чувствовали, что делаете что-то запретное. Кстати говоря, кем запретно? И, может быть, именно этого вам и хотелось? Ну, чего-то запретного, чего-то такого, за что бы вас критиковали? Вот. Но при этом вы постоянно чувствуете вину за это, за то, что это делаете. И в конечном итоге это чувство вины может и привести вас к тому, что вы захотели с ним близких отношений. То есть нагулялись, запретного как бы наелись, на удовлетворили жажду запретного. И как бы больше уже не хочется. Тем более, ребенок есть 9 лет, сын. Ну, то есть такая история. Вот. Непонятно, почему остановились, в общем. Он стал проявлять инициативу сам. Ну, видимо, точно почувствовал, что вы ему нужны. Правда, не совсем понятно здесь, опять же, соотношение, да? То есть вы писали, писали, писали. Он, по идее, вроде бы должен был привыкться к тому, что вы писали. Но когда вы перестали писать, он сам начал писать. То есть объяснил ли он это как-то, сказал ли он, почему он так делает, или нет. Пояснили ли вы ему, почему вы остановились? Ну, я была в лучшем случае раз в две недели, в лучшем раз в полтора месяца. то есть он вас использовал что, тоже только для секса получается? Ну, я имею ввиду чистым для секса. В общем, за два с половиной года мы как-то немного друг друга узнали, формировалась доля доверия у него ко мне, но не более. Сформировалась доля доверия у него ко мне, но не более. а у вас не может что-то сформировалось. отношения так и не перечисли на другой уровень за два с половиной года. Должны были? Причем того, что вы согласились изначально на просто интим, без обязательств. откуда у вас ожидания, что отношения должны перейти на другой уровень? Не те ли у вас есть ожидания, что привели к травматическому разводу с мужем? Не те ли желания здесь? Что указывало на то, что отношения должны были выйти на другой уровень? Особенно с учетом того, что вы рассказали об этом мужчине, о том, что он холостяк, закренелый и так далее, и так далее, и так далее. По факту, постарайтесь подумать, откуда это надеяться, что они выйдут на другой уровень? Мужчина, он как бы не ребенок, да, он серьезный взрослый человек со своей позиции. Ну вот. Какие желания у вас медвежь? Понимаете, в этом нет ничего плохого, но желание нужно идентифицировать, чтобы правильно их удовлетворяться. И вот на одной встрече я сообщил, что устало, мне не хватает мужчины, мужчины в жизни призналась, что у меня оказывается никого не было за время общения с ним. он был удивлен, у него были, у него был кто-то еще, да, кто-то другой. Я сказал, что я не хочу искать мужчину, так как он присутствует в моей жизни, но, видимо, мне надо что-то менять. что у вас к нему, то есть вы не хотите искать, потому что он есть, но он есть. В каком качестве? Если он просто как интимный партнер, то этого мало. А по-другому мужчина вроде бы себя не проявлял. Это получается, что вам интимного партнера достаточно? Или он вам все другое давал и дает еще? А если надо менять то, что именно? Если вы не хотите искать мужчину, то почему не хотите искать мужчину? Понимаете? Теперь общение у нас чаще, инициатива его, формат встреч дружеский, романтический, вот знаете, взаимо исключающие понятия дружеские и романтические соотношения могут быть или-или, не могут быть друзья, быть романтичными, не могут быть друзья, а романтично настроенными друг к другу, и романтичные люди, имеющие романтические отношения, могут быть друзьями, но это к сожалению взаимо исключающие понятия, поэтому Здесь нужно как-то вас прояснить, подкорректировать этот момент, сделать выбор, знаете, что именно. Потому что, ну, еще раз повторяю, это невозможно. Слово отношения, это табу, нельзя заводить тему, просто избегает обязательств. Ну, это понятно, потому что он холостяк, и его отношения как бы пугают, он боится близких отношений, это его проблемы, видимо. Вообще, все холостяки, они либо обесценивают женщин, вот, и это проблема из детства, либо они боятся близких отношений, это такой психотический симптом. Вот. То есть, ну, если мужчина в 36 лет, да, холостяк, серьезных отношений у него никогда не было, то, ну, очевидно, там есть какие-то серьезные проблемы. Вот это на бытовом уровне принято считать, что холостяк такой свободолюбивый человек, которому никто не нужен, нет. На самом деле, на этом кроются довольно серьезные проблемы. И эти проблемы, они не уйдут сами по себе, просто так. Ну, по крайней мере, так говорит наука о психологии. То, что встреча стала чаще, говорит о том, что мужчина, понимая, понимая, что, ну, вы ему больше доверяете, стал общаться с вами на том уровне, на котором он и хотел. То есть, если раньше он держался более далеко, то после вашего признания он сблизился с вами на сколько ему хотелось, но не более того. То есть, странно, есть как бы блок, стена. Опять же, никто из вас не говорит о любви и даже о симпатии, по крайней мере, я этих слов не услышал. За два с половиной года я пытался ставить запреты по отношению к нему, зачем, особенно если вы совершили особенное, осознанное действие. У вас были, ну, и есть, наверное, осознанные желание, не очень понятно, как это ведет с запретами, зачем. Пытались все, пытались рвать, тоже непонятно, зачем. То есть, если вы осознанно на это шли, если вы получали и получаете то, что вам нужно, то зачем рвать-то? Какой мотив? Для чего? Вина? Страх? Чувства? Нет, ну, я мог бы сказать, например, что вы его любите, ну, просто вас предположить. Но зачем? Если вы сами не говорите, что вы его любите или что у вас есть симпатия, зачем я это буду говорить? Это, на мой взгляд, давление на вас и, как бы, вольная интерпретация того, что... Ну, того, что вы сказали. А на сегодняшний день, наявшись с ожиданиями игры, ой, какой игрой? Кто во что играет? Как бы... Игры, они разные бывают. Мне кажется, что вы играете в определенную игру. Она называется PSS. Почитайте в интернете, что это такое. Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, что это так. PSS. Какую игру играет мужчина, когда сложно, но определенно ему это облегчает взаимодействие. Знаете, вы оба такое впечатление, что не искренне друг с другом. Вы нашли каждый друг с партнера, который согласился играть в его игру. Вот. Играя, вы вроде близки, но вы избегаете истинной настоящей близости. И сейчас вы созрели для близости более стоящей, более истинной, настоящей. А мужчина нет, он не созрел. Либо созрел, но боится. Я не знаю, как быть. Я исчерпала себя. А что именно исчерпали в себе? Вы что именно исчерпали? Вы что, когда жертвовали собой? Вы что, как-то вступали себе на горло? Вы что, как-то вредились себе? Не очень понятно. Понимаете? Не очень понятно, что произошло. То есть пока переломный момент, то что вы остановились. И он начал управлять в инициативу. Ну вот. Ну и переломный момент, то что вам не хватает мужчины в жизни. Тут момент какой? Мужчина в жизни это кто? Вот не хватает мужчины в жизни, почему? Понимаете ли вы, что то, что вам не хватает мужчины, делает вас зависимым. Потому что вы не были одна. Опять же, я там всю хронологию не знаю, но очевидно, что мужчина вам нужен. Это потребность. Это потребность делает вас зависимым. И эта зависимость проявляется. Я не говорю, что вы должны быть одна. Я не говорю, что у вас не должно быть больше отношений. Но чтобы строить адекватные отношения с мужчиной, чтобы быть независимым, чтобы мужчина хотел вас завоевывать, и так далее, нужно иметь ресурс. У вас этого ресурса нет. Вот. Как же теперь проявить себя и смогу ли я еще ждать неверно чего? Проявить себя где? В чем? Как? Зачем? Могу ли я еще ждать? Опять же, это зависит от того, чего именно вы ждете. То есть, вы можете, ну вы жили два с половиной года так. И что мешает жить так же дальше. Вроде все довольны. Если вам нужно что-то больше, мужчина вам этого дать не может. Ну, пока. Априори. И надо понять, что именно вы хотите. И реализовать это по-настоятельности. Вот. То есть, тут не запреты нужны. Тут нужна замена. Это правильно. Не запрет, а замена. У вас есть потребности. Эти потребности вы удовлетворяли с помощью мужчин. Дайте себе запрет, потребности никуда не уйдут. Значит, их нужно правильно реализовывать. Вот. А если вы чувствуете, что неравнодушно к мужчине, опять же, нужно выяснить природу неравнодушия к мужчине. Что она из себя представляет. Что оно из себя представляет. Неравнодушие. То есть, любовь – это симпатия. Влюблённость, страсть – что? Это симпатия – это одно. Если любовь – это другое. Если влюблённость – третья. Если страсть – то четвёртая. Понимаете? Ну, вы сами по ощущениям, я думаю, поймёте, что это за чувство. Хотя влюблённость и страсть отличаются довольно тяжело. Но, тем не менее, разница между ними всё-таки есть. Ну, а симпатия и любовь, я полагаю, комментировать не нуждаются. Вот. Значит, я ведь дождалась, я действительно вошла в его жизнь, но моя роль в ней меня не устраивает. Опять же, вы сейчас говорите о себе. Да, вы вошли в его жизнь. Но он вам больше ничего не обещал. Как бы. И вопрос, который можно поднимать, да, вопрос, который можно поднимать – это что, опять же, какова субъективная сторона того, что вас не устраивает роль в его жизни. То есть, чем она не устраивает вас? С чего вы хотите? Относится ли это к мужчине или относится больше к вам? Если относится больше к вам, то мужчина за это должен отвечать. Если к мужчине это относится, то есть вы хотите сделать его счастливым, например, то, опять же, он не это делает так, как хочет он, а не так, как хотите вы. Понимаете? Что мне сделать, чтобы изменить позиции? Позиции кого? По отношению к чему позиции? Чтобы стать для него важнее? Ну, я полагаю, что вот то, как вы себя вели, так вам инойно себя вести. Еще через года три мужчина, может быть, будет с вами брать больше времени. Ну, по-другому не может человек. Боится он отношений, боится обязательно. Что тут поделать? Либо принимаете человека таким, либо нет. Либо, если он осознает проблему, он может поработать со специалистами. Вот как вы это делаете. А так, в том, что вы можете сделать. Будете на него давить, он уйдет. Даже если у него что-то к вам есть, он уйдет. Страх. Не будете давить, будете ждать. Поэтому вам надо решить для себя, чего вы хотите. Вам надо понять, какова природа чувств, которые вы, ну, испытываете к молодому человеку. И все. И исходя из этого, уже действовать. Я могу стать его женщиной, и что я могу сделать? Не очень понятный вопрос. Для чего вам становиться его женщиной? Это вам нужно, опять же. Не говорите, я могу сделать его счастливым. Если вы это делаете для себя, то лучше сперва сделать все для себя, что нужно, а потом уже сходить отношения. Если вы хотите сделать это для него, то вы уже делаете то, что ему нужно. Что вы можете сделать? Я полагаю, что вы можете сказать мужчине о том, что хотели бы постоянного партнера, что он вам симпатичен, он вам нравится. И, собственно, если он хочет, вы можете попробовать отношения. Ну вот, вы можете попробовать стать ближе. Если он не хочет, то, соответственно, вы пойдете, как каждый, своей дорогой. Вот. Грубо говоря, вопрос стоит ребром. Но здесь шансы, на самом деле, очень большие, что мужчина скажет нет. Но это, по крайней мере, выбор. И, по крайней мере, это результат какой-то. Если вы не хотите вопрос ставить так, то только ждать, постепенно, постепенно, все больше и больше располагать мужчину к тому, чтобы он полагался на вас, к тому, чтобы он нуждался в вас и так далее. То есть, постепенно, постепенно приучать его к тому, что вы в его жизни есть. Но сколько это времени займет? И еще? Два года? Три года? Пять лет? Неизвестно. Если мы готовы просто это делать, вот, в ничего, в никуда, ничего не ожидая взамен получить, то действуйте. А если не готовы, то лучше и не пытаться тогда. Вы говорите, что, как бы, ну, что вас, вы пытались с ним рвать, вот, и, на мой взгляд, ну, как мне показалось, вы это подаете с той позиции, что, ну, что поделать, вот, не могу ошибиться с ним. То есть, как бы, все, вот, он, ну, покорил меня, да? То есть, как бы, бороться, да, я прекратила с тягой к нему. Это вот не есть хорошо, потому что, на мой взгляд, любая тяга, как у вас, это не нормально, и от нее нужно избавляться. То есть, любить можно на расстоянии, любить не обязательно быть вместе, а потребности свои можно реализовывать и без людей. Ну, даже секс можно получать сами знаете как. Вот. И сейчас повторю, в этом нет ничего плохого, вас никто не будет критиковать. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Вам нужно решать уже сейчас и корректировать свое поведение. Если вы хотите, чтобы у ребенка был, ну, я не знаю, общается отец с ребенком или нет, но постоянно мужчина в семье все же должен быть. Тут еще такой момент, как хорошо ваш мужчина с ребенком ладит. Вот об этом вы ничего не говорите. А ведь сын и новый мужчина – это довольно большая проблема. Особенно, если ребенок хорошо помнит папу своего. Так что, этому моменту тоже нужно уделить внимание. И в том числе из этого исходить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok